Встреча с Викторией Антонишиной 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 Новая структура может дать новый импульс проекту «Великий шелковый путь» Интерес Казахстана к этому порту объясняется возможностью транспортировать через него грузы из Японии и Южной Кореи в Европу Для нас очень важно эффективное использование транзитного потенциала 70-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН возглавит представитель Дании А Казахстан займет место вице-председателя для этого главного совещательного, директивного и представительного органа ООН По информации ТАСС, одной из главных тем открывающейся в сентябре юбилейной сессии станет анализ действий правительств разных стран по борьбе с бедностью Тем временем в Нью-Йорке в офисе постоянного представительства нашей страны при ООН встретились руководители ЮНИДа и представители зарубежных миссий. Участники встречи познакомились с казахстанской программой индустриализации и концепцией экономической политики Нурлужол. Представители Африканского Союза отметили важность инклюзивного и устойчивого промышленного развития стран зависящих сегодня от экспорта сырьевых товаров. По их мнению индустриализация для стран Африки единственный выход из кризиса и опыт Казахстана по преодолению глобальных вызовов будет весьма полезен Политика индустриализации является важной для обеспечения устойчивого развития У Казахстана и ЮАР схожие позиции по ее реализации Нашим странам необходимо работать вместе Цели развития тысячелетия способствовали прогрессу и развитию наших стран. А теперь мы работаем над повесткой дня после 2015 года 400 казахстанцев отправились в подконтрольные группировки ИГ, сирийско-иракскую зону для участия в военных действиях Об этом заявил секретарь Совета безопасности Нурлан Ермикпаев на конференции, посвященной вызовам современности, в том числе для центрально-азиатского региона Отечественные и зарубежные политологи резюмируют, система международных отношений серьезно меняется Противостоять вызовам современности могут ускоренные модернизации и реформы И особую роль в этом может сыграть национальный план «100 шагов» По оценкам экспертов, общее количество боевиков из центральной Азии на Ближнем Востоке превышает уже 2000 человек Поэтому серьезным вызовом для региона может стать массовое возвращение этих людей террористов, которые имеют связи с международными террористическими организациями и финансовую подпитку из-за рубежа Будут выживать, грубо говоря, те страны, которые будут успевать адаптироваться к новым условиям Поэтому Казахстан сейчас сформировал такую модернизационную повестку Президентская инициатива идеи пяти национальных реформ, которая вылилась в конкретный уже национальный план Они, самое главное формируют такую мощную такую сильную модернизационную повестку не только в рамках одной страны но и для всего региона Аэромобильные войска страны совершенствуют военную подготовку Оперативно-методические сборы проходят в Талдыкургане В них принимают участие более 200 офицеров от командиров бригад до руководителей батальонов и их заместителей На сборах отрабатывают боевую готовность и воинскую дисциплину Проходят занятия по специальной огневой подготовке порядку эшелонирования боеприпасов и вывода техники из парка Кроме того, организованы показательные занятия по приведению личного состава высшую степень боевой готовности взаимодействию с авиацией и уничтожению условного противника Участники сборов сдают экзамены по огневой тактической и физической подготовке По мнению руководства аэромобильных войск в постоянной боевой готовности должны находиться не только рядовые но и офицеры Боевая готовность это тот вопрос который очень сейчас немаловажен где отрабатываются вопросы в минимальное время чтобы воинские части перешли с мирных рельсов на военные и приступили к выполнению боевых задач с уверенностью могу сказать что часть аэромобильных войск на данный момент бои готовы могут выполнить поставленную задачу В Магистаовской области в выгребной яме утонула годовалая девочка трагедия произошла в поселке Атамикен пока мама была на кухне ее дочь играла во дворе с соседскими мальчишками женщина спохватилась о пропаже только когда ребята зашли в дом без нее обижав всю округу родственники нашли годовалую девочку в выгребной яме собственного туалета на момент приезда скорой помощи врачи констатировали смерть ребенка в полиции этот прецедент расценили как несчастный случай и возбуждать уголовное дело не стали между тем врачи скорой помощи Монолинского района бьют тревогу Каждый год здесь происходят десятки подобных случаев чья вина нас взрослые когда ребенка просто оставляем без присмотра если есть на западе жестокое обращение к животным у нас есть ли подобная статья у нас много случаев я просто не могу перечислить ни статистику не владею но я сам знаю это как здрасте когда выходит ребенка ошпарили кипятком чайник опрокинули сурпу опрокинули их много мне хочется ради живых чтобы этот вопрос подняли это проблема социальная это проблема не вот именно конкретно данной семьи это проблема всего нашего общества в Кустанае пятилетний ребенок получил разрыв селезенки в результате падения в паркинг новостройки после операции Рамазан Бабаев находится в реанимации в случившемся родители мальчика обвиняют застройщиков которые не установили ограждения вокруг объекта эти оградительные ленты возле паркинга появились спустя несколько дней после трагедии но вряд ли они остановят играющую рядом детвору считают жильцы дома вот детская площадка и вот стройка ну буквально ну сколько три четыре ну пусть пять метров оно не загорожено ничего получилось что ребенок вот побежал за мячиком и упал туда разбился ребенок теперь что они сами подумали здесь дети загородите вот до края вот этого паркинга чтобы дети не могли туда забегать Рамазан Бабаев упал с пятиметровой высоты парапет в шесть кирпичей не смог защитить ребенка других ограждений вокруг паркинга новостройки нет а пятилетний мальчик теперь будет жить без селезенки селезенку убрали потому что она не жизнеспособна уже полный разрыв вплоть до ворот селезенки ребенка потом перевели в реанимацию в данное время ребенок в сознании состояние тяжелое но стабильное представители фирмы застройщика считают что в случившемся есть и вина родителей не доглядели при этом факт отсутствия ограждения отрицать не стали ограждений не было ограждения были сняты на благоустройство окружающей территории ведутся работы считаю что ребенок бегал по самому парапету а не рядом он не мог перевернуться через парапет от первоначальной компенсации в пятьсот тысяч тенге родители пострадавшего рамазана отказались намерены добиваться справедливости через суд то что предлагают юристы фирмы это несовоставимо с тем чего лишился ребенок они говорят в дальнейшем мы тоже будем ребенку помогать что вы будете покупать своему ребенку какие лекарства какие препараты будете давать чеки мы это будем оплачивать я не собираюсь чтобы мой ребенок жил всю жизнь на чеках родители ребенка сказали свои требования это была однокомнатная квартира на тот момент он мы переубеждали маму ребенка о том что данная сумма которая была озвучена данная сумма это не окончательно сейчас все лечение Рамазан Бабаев получает бесплатно тем временем его родители уже написали заявление в соответствующие органы по факту произошедшей настройки трагедии возбуждено уголовное дело ведется следствие Наталья Строкова Эрмик Мухамедияров Хабар Кустанай Каждый год от тысячи до полутора тысяч детей-сирот уходят из интернатов в полноценные семьи об этом специалисты сообщили и на открытии лагеря Боровичок закрепленного за столичным детским домом в этом году ему исполнится 25 лет каждый год воспитанники столичного детского дома на каникулы въезжают сюда в собственную загородную зону все лето они соревнуются друг с другом в разных видах спорта плавают, рисуют и даже участвуют в республиканских соревнованиях в этом году я оканчиваю школу окончила 11 класс и это мое последнее лето в этом лагере самую лучшую поделку мы изготавливаем полностью всей семьей садимся дружно изготавливаем допустим из подручного материала из лесного материала также мероприятие там командные дружные там где пародия где интеллектуальная все вот все есть для того чтобы вот дети сплочились именно стали дружными у нас два лагеря это сейчас у нас Боровичок для детей-сирот и лагеря Здоровительный Арман это для городских школьников каждый год каждое лето мы вывозим своих детей сюда вы видите что природа вот сейчас посмотрели домики где дети живут все три месяца они здесь набираются сил сейчас сейчас у нас на данный момент 134 ребенка в нашем детском доме сюда приехали отдыхать плюс даже те танцоры есть у нас но это не полный список у нас где-то 215 детей остальные находятся в патронатных семьях ну даже самые лучшие условия созданные в детских учреждениях не заменят ребенку материнскую заботу кстати в последнее время дети в приюте все чаще обретают семью по словам специалистов ежегодно в Казахстане возвращают родителям или усыновляют около тысячи маленьких сирот даже на примере вот данного детского дома города Астаны я могу сказать что на сегодня тут 164 ребенка очень активно идет работа по возврату детей в биологические семьи в родные семьи ежегодно идет выпуск со школы и соответственно деток с каждым днем становится меньше и меньше и сейчас даже директор детского дома выразил опасение что через три года возможно вообще закроется данный детский дом и это очень даже хорошо и это радует нас всех в центральном парке культуры и отдыха сегодня на велотреке соревновались воспитанники детских садов велопробег для дошколят называли тур де медео от обычных соревнований его отличало только число колес остальное все как у взрослых торжественные речи пожелания и напутствие затем старт на трассе длиной в 333 метра азарт захватил всех и к финишной ленте иногда быстрее добегали болельщики которые подбадривали своих спортивных кумиров я пришел на велогонки я очень хочу выиграть эти гонки а в будущем и в будущем я хочу стать спортсменом и кататься на велике это пропаганда здоровый образ жизни это однозначно но самое главное любовь к спорту чтобы дети с малых лет это желание заниматься спортом желание вести здоровый образ жизни желание быть активным желание быть здоровым полезным своему государству на этом наш выпуск завершен спасибо за внимание до встречи в эфире субтитры в следующем году о том, что на «северные» субтитры субтитры и в следующем году Редактор субтитров А.Семкин